Добрый вечер, в эфире новости о сети. Расскажем обо всем, что произошло в республике. К этому часу в студии Вячеслав Музаев и в начале выпуска «Коротко о главном». Туриндустрия Северной Осетии с каждым годом наращивает свою привлекательность. Первый вице-премьер Мурат Агузаров обсудил стратегию развития отрасли с членами проектного офиса «Про город». Во всех общеобразовательных школах республики проведены инструктажи. Исправность огнетушителей, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов. По всей республике сотрудники МЧС проверяют готовность школ к новому учебному году. Какие нарушения выявили и чем грозит неисправность противопожарной системы. Самое интересное, они не только здесь это будут кушать, они еще заберут с собой в город. Лично поучаствовать в создании натурального продукта смогут туристы Северной Осетии. В республике появится эко-деревня. Уютные шале с общим пространством на базе фермы и полное приобщение к сельскому хозяйству. Когда примут первых посетителей. Один человек погиб в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом посаде. Женщина скончалась в больнице. Еще 55 человек пострадали. В городе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте происшествия разбирают завалы. Завод расположен недалеко от центра. По информации местных жителей, ударная волна была настолько сильной, что ее ощутили в соседних многоквартирных домах. Из строя на территории предприятия вышла котельная. Из-за этого с обеда в части города нет горячей воды. Примерно в 11 часов утра я услышала громкий взрыв. У нас даже пошатнулся дом. И когда я выглянула в окно, я увидела огромное количество дыма. И узнала, что произошел взрыв на заводе, который находится буквально в 30 минутах пешком от моего дома. Примерно точной причины, насколько я знаю, еще нет. Но есть множество предположений и слухов по поводу того, что там произошло. Какой-то серьезной паники в городе нет. Дороги не перекрыты. В городе, насколько я знаю, уже есть большое количество пострадавших. Людей ищут под завалами. Работают скорые помощи, полиция. И выясняют причины того, что там произошло. Меры соцподдержки обсудили в правительстве республики. Совещание провел премьер Борис Джанаев. По словам профильного министра Алины Айдаровой, одна из наиболее эффективных и востребованных мер госсоциальной поддержки – помощь людям, которые хотят повысить доходы и открыть свое дело на основе социального контракта. С 2021 года такой возможностью воспользовались 13 тысяч граждан. Только по итогам прошлого года доходы получателей соцконтракта в среднем выросли в два раза. Чаще всего это личные подсобные хозяйства, собственные ателье, рыбоводство, пчеловодство и другие направления. При этом самые активные по участию в программе – Ордунский, Алагирский и Правобережные районы. Я еще раз хочу попросить, чтобы мы все максимально активно подключались к этой деятельности. Вот человек начал свое дело, вы его поддержите. Первый год он прошел самостоятельно, добился каких-то результатов, уже есть основа. А дальше ему нужно дать толчок. Здесь мы должны все вместе подключаться и давать возможность, начиная от производства и заканчивая сбытом, помогать производителям. У нас для этого все есть. И формы поддержки, и рычаги поддержки, и работает мой бизнес, и по Министерству сельского хозяйства, сколько мы распределяем грантов. В республике сейчас ежемесячно получают 40 мер социальной поддержки, речи о годных категориях граждан, в том числе семьи с детьми. С начала года на эти цели направлено порядка 4 миллиардов рублей. Также регион выиграл грант на создание двух семейных многофункциональных центров во Владикавказе. Все благодаря федеральному конкурсу фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В учреждениях организуют работу по принципу одного окна. В центрах планируется открыть отделение первичного приема, психологической помощи, отделение оказания соцуслуг и социального сопровождения. Что касается филиала госфонда «Защитники Отечества», более 500 обращений приняли сотрудники от ветеранов СВО, военнослужащих и членов семей погибших. Заявителям помогают решить юридические вопросы, содействовать в получении льгот, медицинском обеспечении и санаторно-курортном лечении. Также обратившимся гражданам оказывают психологическую поддержку. Северная Осетия станет частью туристического мастер-плана «Большой Кавказ». Стратегию развития туризма макротерриторий «Большой Кавказ» обсудил первый вице-премьер Мурат Агузаров с членами проектного офиса «Про город». В частности, речь шла о трендах туристической отрасли в регионе, о проектах, которые реализуются и планируются, и о потенциальных локациях для перспективных идей. Как отметил Мурат Агузаров, туриндустрия Северной Осетии с каждым годом наращивает свою привлекательность. Сейчас республика работает сразу над несколькими крупными проектами. Всесезонный курорт «Мамисон», тематический парк «Алания-парк», туристко-рекреационный комплекс «Кахтесар». В этом году одобрили и приняли мастер-план развития туристического кластера «Солнечный пояс Алании» и создали в регионе первый национальный туристический маршрут. Представители «Про город» подробно рассказали о подготовке мастер-плана. Он состоит из двух этапов. Проанализируют турпоток, оценят инфраструктурную обеспеченность и разработают схему с прогнозом турпотока до 2030 года. Необходимо выполнить три главных условия, три задачи. Во-первых, это обеспечить всесезонность курортов, всесезонность аттракций. Во-вторых, это разработать планы по укреплению межрегиональных связей. И в-третьих, это усилить, подчеркнуть то уникальное туристическое предложение, которое есть у каждого субъекта. Сейчас у нас решение основных насущных проблем. Это развитие инфраструктуры обеспечивающей, то есть это придорожный сервис по основным путям, следование по туристическим маршрутам. А также у нас выявленная проблема, очевидно, это нехватка коллективных средств размещения. А вот над этими вопросами мы, в частности, работаем, в том числе и через те инструменты, которые нам предлагает федеральный центр в форме грантов. То есть это поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры и строительство модерных некапитальных средств размещения. Северная Сетия остается в лидерах по цене на бензин. Республика заняла 79 место из 85 по доступности топлива. Это связано со среднемесячным заработком населения. Больше всего бензина на зарплату можно купить в Москве, Ямалоненецком и Чукотском автономных округах. Меньше всего в республиках Северного Кавказа, сообщает РИА Новости. Рекорды бьет топливо и на бирже, но по данным ФАС, резких ценовых скачков в регионе не наблюдается. Цена на газ стабилизировалась в последний месяц, намечается тенденция к снижению. Касаемо роста цен на бензин, мы не наблюдаем его, каких-то значимых скачков мы не наблюдаем. Традиционно в месяц по 50-60 копеек прибавляет стоимость, но также она растет на оптовых биржах, что не может сказаться и на розничной цене. В Министерстве экономического развития республики поясняют, цена на топливо зависит от множества факторов. Это и транспортировка, и налоги, и акцизы. Специфика наша российская в том, что процентов 20-25 от цены это акциз на топливо. И с 1 января акцизы были повышены на 4%. Ситуация на топливном рынке, она еще зависит от факторов возможности экспорта топлива за пределы Российской Федерации. И соответственно тех компенсационных механизмов, которые правительство Российской Федерации принимает. Первая и вторая школы Октябрьского были построены еще в конце прошлого столетия. С тех пор капитального ремонта там не было, последние годы здания особенно в нем нуждались. По федеральной программе модернизация школьных систем образования там началось долгожданное обновление. Новые коммуникации, кровля и мебель изменится буквально все. Когда сдадут объекты узнавала Зоя Тараева. Теперь в спортивном зале есть освещение, а в актовом настоящая сцена. Такого преображения во второй школе Октябрьского ждали с 80-х годов. По федеральной программе модернизация школьных систем образования с 1 марта здесь уже заменили инженерные коммуникации. Кровлю обновили фасад. В процессе работ возникали и трудности. После снятия облицовки стен оказалось, перегородки выстроены в четверть кирпича. Такой способ кладки ненадежен, особенно для образовательного учреждения. Эти участки выстроили заново и к новому учебному году школу планируют сдать. Получили полноценный медицинский кабинет. Проведен полностью капремонт пищеблока. В каждый кабинет проведена локальная сеть. Вот этого не было точно. То есть сейчас интернет будет в каждом учебном кабинете. На каждом этаже сделали санузлы, полностью заменены двери, полы и частично окна. А вот в первой школе Октябрьского капремонт начался еще весной прошлого года. Зданию больше 50 лет и в обновлении нуждалось остро. Ремонт практически завершен, а результат оставляет желать лучшего. По словам директора, к отделочным работам нареканий нет. Но на перилах уже появилась ржавчина, а раковину установили только в кабинетах начальных классов. Все провели хорошо, за исключением. Резетки установлены не там, где они были. Во всех кабинетах почти воду закрыли. Нет воды в кабинетах. В отдельных только в химкабинете, физкабинете, в кабинете биологии. В школе учится 800 человек. С декабря прошлого года здесь начали проводить уроки. И на стенах уже появились потертости, сломанные подоконники и двери. Все недочеты подрядчик обещал исправить. В случае какие-то дефекты появляются, мы их устраняем. Более того, у нас гарантия. Мы даже дальше, вот сейчас закроем даже школу, мы и дальше будем. Она у нас будет на гарантии, мы будем, если какие-то моменты, будем их просто управлять. Время я не вижу, мы до 20, ну до 20, наверное, числа августа мы закроем. Нам осталось сделать, это цоколь, жарный выход, лестницы мы их заливаем, уже вот сегодня заливают, там вот её выложить и козырьки накрыть поликарбонатом. За молодым поколением будущее. А полученные знания во многом зависят от созданного комфорта, поэтому качество капремонта должно быть на высоте. Зоя Тараевых, Эта Гапоев, Новости Осетии. В Северной Осетии продолжают проверять готовность школ к новому учебному году. Сотрудники МЧС уделяют особое внимание работе систем автоматической противопожарной защиты. Сегодня на контроле 24-я школа Владикавказа. Проверили наличие и исправность огнетушителей, состояние пути эвакуации и эвакуационных выходов. Грубых нарушений и недочётов не нашли. Кроме того, специалисты регулярно проводят профилактику, противопожарную агитацию и пропаганду. Школьники обучены правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и регулярно участвуют в учебных тренировках. С началом учебного года их возобновят. На текущий момент во всех общеобразовательных школах республики проведены инструктажи и лекции и беседы по обеспечению пожарной безопасности, а также учебные тренировки по эвакуации людей на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Уютные шале с интересной идеей. Нет комнат, только общее пространство, чтобы люди объединялись и проводили досуг вместе. Такая концепция у агроэкотуристической деревни «Земля Осетии». Это один из прорывных проектов республики. Домики строят на базе настоящей фермы, чтобы гости по-настоящему смогли поучаствовать в создании экологичного продукта. Когда деревня примет первых гостей, узнавала Алана Томаева. Этот домик особенный для создателя проекта. Он будет нетипичным. Без комнат, кроме санитарных. Одно открытое пространство для общения. Главная идея – объединить гостей общим трудом и досугом. Они будут вместе трудиться с 5.30 утра до позднего вечера, когда надо доить в 5.30 утра, потом вечерняя дойка, дабы получить свое заветное молоко, из которого потом агротуристы сделают ту продукцию, которую они сделают своими руками. Технологию данного продукта они освоят у нас, их научат. И самое интересное, они не только здесь это будут кушать, они еще заберут с собой в город. Агроэкотуристическая деревня «Земля Осетии» – это один из прорывных проектов. Здесь построят 5 шале вместимостью около 50 человек. Сейчас на участке 20 гектаров уже ввели в эксплуатацию торговый павильон и дегустационный зал. Идея туристической деревни появилась несколько лет назад. Мы понимали, что к нам едут наши друзья, коллеги, часто просят, а можно ли на ферму, а можно ли на завод. И мы стали понимать, что у нас есть что показать, мы можем научить. И когда мы слышали в Европе или в других частях нашего света, что есть такие примеры агротуризма, стали примерять все это к себе и поняли, что мы это можем легко. Для этого у нас есть все. Можно даже сказать, что и на тот момент уже было все, но сегодня мы приобрели еще плюс к таким вот материальным есть, мы приобрели еще и знания. Агротуризм для тех, кто своими глазами хочет увидеть и понять, как создают экологически чистый продукт. Идея не в агитации. Деревню будут посещать уже заинтересованные люди. Им откроют доступ к ручному труду. Никаких поблажек. Подъем, как и полагается, в половине шестого утра, чтобы заняться домашним скотом. Я могу сказать, что молочное животноводство – это одно из самых трудных отраслей сельского хозяйства. И когда человек это увидит, поработает и еще и увезет труды своей работы к себе в город, и утром понедельника позавтракает сыром, который произвел сам, сырники, которые сделаны из творога, который он произвел сам, ну это высшее наслаждение. Деревню открывают на базе фирмы агрохолдинга «Мастер Прайм Березка». В планах несколько направлений. Туристы будут выбирать заранее, в зависимости от того, что хотят научиться делать своими руками. Все будет проходить в цеху для мастер-класса. Желающих уже несколько десятков. Первых гостей земля Осетии примет уже в сентябре. Ауана Томаева, Диана Кабулоти. Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!